Сегодня в этом видео мы с вами разбираем, что такое биквадратные уравнения, как они решаются и как их отличать от всех остальных. Биквадратные уравнения – это уравнения следующего вида. Ах в четвертой плюс bх в квадрат плюс с равно нулю, где а не равно нулю. Как вы можете заметить, структура очень похожа на структуру общего вида квадратного уравнения. То есть у нас здесь идет х в четвертой, а в общем виде квадратного уравнения здесь было х в квадрате. Здесь у нас идет х в квадрате, а там была просто переменная х в первой степени. То есть различия не колоссальны. Как будут решаться биквадратные уравнения? Абсолютно все биквадратные уравнения решаются заменой. То есть мы будем заменять с вами х в квадрат за какую-то переменную, любую, например, за переменную t. И в этом случае х в четвертой мы тоже будем заменять, только не просто за переменную t, а за переменную t в квадрате. Почему так? Ну давайте сейчас разберемся на примере. Итак, вот у нас есть с вами биквадратное уравнение. 2х в четвертой минус 7х в квадрат минус 4 равно 0. Как мы будем решать такое уравнение? Как я уже сказал, мы с вами вводим замену. То есть вместо х в квадрат мы берем какую-то переменную. Например, давайте возьмем переменную t. Как же нам тогда понять, чему будет равно х в четвертой? Ведь мы же не можем просто так заменить х в квадрат на t, получим две переменные. Нужно же, чтобы была какая-то одна переменная, например, только переменная t. Итак, х в четвертой мы с вами будем представлять как х в квадрате и в квадрате. Вот таким вот образом представим. А для чего именно мы будем так делать? Ну потому что х в квадрате мы заменяем за t. А значит здесь, внутри в скобках, х в квадрат мы тоже заменяем за t. И остается только вторая степень снаружи скобок. И получаем t в квадрате. И таким образом х в квадрате мы заменим за t, а х в четвертой мы заменим за t в квадрате. Еще раз. Мы вводим с вами сейчас замену. Х в квадрате равно t. Для того, чтобы это уравнение стало просто квадратным. Без четвертой степени. Итак, х в квадрате равно t. Тогда встает логичный вопрос, а как же нам заменить х в четвертой степени? И для этого мы х в четвертой представляем как х в квадрате и в квадрате. Потому что 2 умножить на 2 равно 4. Х в квадрате мы знаем как заменить, это t. Поэтому внутрь вместо х в квадрат мы сами подставляем переменную t. И тогда наша замена получается t в квадрате. Итак, вот мы и заменяем. Значит вместо х в квадрат я ставлю переменную t. Вместо х в четвертой ставлю t в квадрате. И получаю следующее квадратное уравнение. 2t в квадрате минус 7t минус 4 равно 0. Перепишем это уравнение в таком виде, с помощью переменной t. 2t в квадрате минус 7t минус 4 равно 0. И вот мы с вами получили обычное квадратное уравнение. Только относительно переменной t. Которое теперь нужно решить. Как мы будем решать такое уравнение? Хм, ну наверное надо попробовать метод переброски. Если вы не помните в чем он заключается, можете посмотреть одно из наших видео на эту тему. Ссылка на видео будет в описании. А я пока вкратце вам напомню как это делается. Значит в чем заключается метод переброски? Мы с вами берем и перебрасываем коэффициент а к коэффициенту c. Получаем с вами новое уравнение. Т в квадрате минус 7t минус 8 равно 0. Что значит перебрасываем? Это значит, что я вот эту двойку перекидываю к минус 4 и минус 4 умножаю на эту двойку. Получаю число минус 8. И теперь это уравнение стало приведенным и мы можем его решить по теореме Виета или теореме обратной теореме Виета. Итак, о чем говорит теорема Виета? Здесь у нас произведение корней минус 8, а сумма минус 7 взята с противоположным знаком. Значит здесь у нас минус 7, противоположный знак значит 7 и сумма корней будет равна 7. Таким образом, произведение корней минус 8, сумма 7. Значит наши корни будут 8 и минус 1. И записываем t равно 8 или t равно минус 1. И все, что осталось, это поделить наши корни на то, что мы перекидывали. Так как мы перекидывали двойку, то мы теперь делим наши корни на 2. И записываем, делим на 2. Все, что осталось, это поделить. 8 мы делим на 2, получаем 4. Значит 1 из наших корней будет 4. И минус 1 делить на 2, это дробь. Минус 1 вторая. Все, вот мы решили наше уравнение относительно переменной t. Нашли, t будет равно 4 и t равно минус 1 вторая. Но проблема в том, что мы-то должны решить уравнение относительно переменной x. Ведь в условии изначально x был, а мы решили только относительно t. Поэтому, что мы делаем теперь? Теперь, когда мы нашли значение переменной t, мы вводим обратную замену. То есть, если мы вместо x квадрат подставляли t, то теперь мы наоборот, вместо t будем подставлять x квадрат. Значит, еще раз. Для того, чтобы сейчас дальше решить уравнение, мы вводим обратную замену. Так как изначально уравнение было в переменной x. Мы вместо t подставляем x квадрат, потому что x квадрат мы заменяли за t. Так как у нас t равно 4, то вместо t подставив x квадрат, я получаю уравнение x квадрат равно 4. То же самое делаю и здесь. Вместо t я подставляю x квадрат. И таким образом получаю новое уравнение. x квадрат равно минус 1 вторая. Вместо t подставляем x квадрат. Вместо t подставляем x квадрат. Итак, и вот осталось только решить два этих уравнения. Значит, если x квадрат равен 4, какое число в квадрате дает 4? Таких числа 2 на самом деле. Это либо двойка, потому что 2 в квадрате дает 4. Либо минус двойка, потому что минус 2 в квадрате это минус 2 умножить на минус 2. Минус на минус даст плюс 2 на 2, 4. Таким образом, здесь два корня у меня. x равно плюс минус 2. А здесь x квадрат равно минус 1 вторая. И в этом уравнении корней не будет. Почему? Потому что x квадрат всегда число положительное, либо 0. И равняться отрицательному числу x квадрат не может. Поэтому у этого уравнения не будет корней. Отсюда вывод нет корней. Все, все, что осталось, это только записать ответ. Таким образом, наш с вами ответ x равен плюс минус 2. Еще раз, пройдемся по всей этой сути. Значит, у нас есть биквадратное уравнение. Мы решаем его с помощью замены. Вместо x квадрат подставляем t. x в четвертой мы заменяем за t в квадрате. Подставили. Теперь решаем это уравнение относительно переменной t. Решаем, как любое квадратное уравнение. Можете с помощью формул корней. Можете с помощью переброски, как я это сделал. Значит, мы перекидываем 2 к 4. Получаем приведенное квадратное уравнение. t квадрат минус 7t минус 8 равно 0. Далее решаем его по теореме Виетта. Получаем корни 8 и минус 1. И делим на то, что перекидывали. Перекидывали двойку, значит, делим на 2. 8 делим на 2, получаем 4. Минус 1 делим на 2, получаем минус 1 вторая. Но, теперь мы решили уравнение только относительно переменной t. А так как изначально наше уравнение было в х, то и ответ мы должны тоже получить х. Поэтому вместо переменной t мы вводим обратную замену. х квадрат. Заменяем t на х квадрат. Если t равно 4, то х квадрат равен 4. Если t равно минус 1 вторая, то х квадрат равен минус 1 вторая. И решаем теперь каждое из этих уравнений по отдельности. х квадрат равно 4. Какое число в квадрате даст 4? Это либо двойка, либо минус двойка. Потому что 2 на 2 4. И минус 2 на минус 2. Минус на минус дает плюс. 2 на 2 4. А х квадрат равно минус 1 вторая. Это уравнение не решается. Потому что х в квадрате это всегда число положительное, либо 0. А равняться отрицательному оно не может. Итого наш ответ х равно плюс минус 2. Но давайте мы попробуем разобраться на еще одном уравнении. Рассмотрим с вами следующее уравнение. 3х в четвертой минус 60х квадрат плюс 108 равно 0. Итак, это биквадратное уравнение. Потому что у нас есть х в четвертой, х в квадрате, коэффициент а тройка, b минус 60, c равно 108. Что мы можем сразу заметить? Во-первых, это уравнение можно полностью поделить на 3. Потому что 3 делится на 3, 60 делится на 3 и 108 тоже делится на 3. Таким образом, давайте мы с вами полностью это уравнение поделим на 3. В этом случае ставится вертикальная черта и пишется то, что мы делаем над уравнением. Мы его делим на 3, то есть пишем делить на 3. Таким образом, каждое слагаемое в нашем уравнении будет делиться на 3. 3 делим на 3, получаем 1. 60 будем делить на 3, получаем 20. 108 делим на 3, получаем 36. И таким образом наше уравнение будет такое. Значит, 3 мы поделили на 3, получили 1. Но коэффициент 1 можно не писать в этом случае. 60 поделили на 3, получаем 20. Таким образом, 20. 108 делим на 3, получаем 36. И 36 равно 0. Ну, 0 мы тоже делим на 3, но на самом деле это будет 0. И вот мы получаем следующее биквадратное уравнение. х в четвертой минус 20х в квадрат плюс 36 равно 0. И решаем мы его так же, как и предыдущее. То есть, если мы в предыдущем уравнении вводили замену х в квадрат равно t, то здесь тоже будем вводить. Итак, х в квадрат равно t. Это и будет наша замена. Таким образом, вместо х в квадрат я ставлю переменную t. Вместо х в четвертой я ставлю t в квадрате. И получаю следующее уравнение. t в квадрате минус 20t плюс 36 равно 0. Это будет приведенное квадратное уравнение, которое я сейчас буду решать. Итак, перепишем это уравнение с переменной t. t в квадрате минус 20t плюс 36 равно 0. Это приведенное квадратное уравнение, значит, я могу попробовать его решить с помощью теоремы Виета и теоремы обратной теореме Виета. Итак, 36 это произведение моих корней. Минус 20 взятое с противоположным знаком, это будет моя сумма. Произведение 36 минус 20 с противоположным это 20, то есть сумма равна 20, значит 36 и 20 мои числа 18 и 2. И таким образом я получаю, что t равно 18 или t равняется 2. Но это я решил уравнение относительно переменной t. Моя задача решить уравнение относительно переменной x. Поэтому сейчас я ввожу обратную замену. Получил t и теперь вместо t обратно подставляю x квадрат. Получаю здесь x квадрат равно 18 уравнение. А здесь вместо t x квадрат подставляю, получаю x квадрат равно 2. И теперь решаю каждое из этих уравнений по отдельности. x квадрат равно 18. Какое нужно число умножить на само себя, чтобы получить 18? Но целого такого числа нет. Что же нам в этом случае делать? Действие обратное возведению в квадрат это корень. То есть, чтобы мне найти корни, мне нужно извлечь корень из обеих частей. Корень отсюда и корень отсюда. Здесь у меня тогда получится модуль x равно корень из 18. И отсюда получаю, что x равен плюс-минус корень из 18. Еще раз. Для того, чтобы решить уравнение x квадрат равно 18, я из обеих частей извлекаю корень. Здесь получаю корень из 18, а в этой части у меня будет модуль x. Модуль x равно корень из 18, значит x равен плюс-минус корень из 18. Снова получаю два корня. Один положительный, один отрицательный. Как и в предыдущем уравнении. А здесь x квадрат равно 2. Тот же принцип. Я не знаю такого целого числа, которое при возведении в квадрат даст двойку. Поэтому очевидно мой ответ будет с корнем. Значит, я должен извлечь корень из обеих частей уравнения. Корень из x квадрат это модуль x, а корень из 2 это корень из 2. Модуль x равен корень из 2, значит x равен плюс-минус корень из 2. И обязательно здесь подписываем, какие именно корни. Здесь у нас корень идет x1, x2, два корня. Получаем положительный и отрицательный. И здесь еще два корня под номерами 3 и 4. x3 и x4. И тоже один положительный, а другой отрицательный получается. И на самом деле это наш ответ. Нет, осталось только немножечко его упростить. Например, корень из 18 нужно вынести множитель из-под знака корня. Каким образом это делается? Корень из 18 нужно представить в виде произведения двух таких чисел, чтобы из одного из них можно было легко извлечь корень. Например, 18 это что на что умножить? Например, 3 умножить на 6. Корень из 3 я могу посчитать? Ну, целым числом это не будет. Корень из 6 тоже не могу. Значит, 3 и 6 мне не подходят. 18 еще это 9 умножить на 2. Из 9 я могу посчитать корень, да. Поэтому данная пара чисел мне прекрасно подходит. Поэтому корень из 18 это корень из 9 умножить на 2. И дальше у меня идет корень из 9 на 2. Я разобью это на 2 отдельных корня. Отдельно посчитаю корень из 9 и отдельно корень из 2. Таким образом, получаю следующее выражение. Корень из 9 умножить на корень из 2. Корень из 9 это 3. И корень из 2 у меня остается. Таким образом, корень из 18 это 3 корня из 2. Таким образом, я заменю здесь корень из 18 на 3 корня из 2. И получаю, что мои корни плюс-минус 3 корни из 2 и плюс-минус корень из 2. Все, осталось только записать ответ. Итак, ответ x1, x2 равно плюс-минус 3 корни из 2 и x3, 4 равно плюс-минус корень из 2. Все, вот я и решил уравнение. Давайте еще раз основную суть. Сначала мы заметили, что можно все уравнение поделить на 3. Мы это и сделали, поделили все уравнение на 3. То есть все коэффициенты поделились на 3. Дальше мы сделали замену. Вместо x2 подставили переменную t. То есть здесь t, здесь t в квадрате получается. Теперь это уравнение стало квадратным, во-первых, а во-вторых приведенным. То есть я могу решить его с помощью теоремы Виета и теоремы обратной теоремы Виета. Если вы не помните, как это делать, то обязательно посмотрите наш урок по этой теме. Ссылочка будет в описании. t равно 18 по теореме Виета и t равно 2. И дальше мы с вами делаем обратную замену. Вместо переменной t мы подставляем x2. Для того, чтобы решить теперь уравнение относительно переменной x. Ведь именно в условии у нас была переменная x. И значит в ответе должна быть переменная x. Значит мы делаем обратную замену. Вместо t подставляем x2. Подставили x2 равно 18 и x2 равно 2. И чтобы найти корни этих двух уравнений квадратных относительно переменной x. Я беру корень из обеих частей каждого уравнения. То есть здесь беру корень и здесь беру корень. Корень из x2 равно корень из 18. Корень из x2 по свойствам это будет модуль x. Таким образом, модуль x равен корень из 18. А значит x1 и x2 равны плюс-минус корень из 18. Один корень всегда положительный, другой всегда отрицательный. Если они конечно есть. И здесь мы получаем x2 равно 2. Аналогичная ситуация. Какое число при умножении на само себя даст двойку? Целое никакое. Значит беру корень из обеих частей. Отсюда и отсюда. Получаю модуль x равно корень из 2. А то есть x равно плюс-минус корень из 2. x3 и x4. И дальше я корень из 18 упрощаю. Выношу множитель из-под знака корня. Разбиваю 18 как 9 и 2. Корень из 9 это 3. Корень из 2 оставляю. И все. Я заменяю теперь корень из 18 как 3 корня из 2. Более упрощенный вид. Все. И теперь я записываю 2 корня в ответ. Плюс-минус 3 корня из 2 и плюс-минус корень из 2. Вот мы с вами и разобрались в том, как решаются биквадратные уравнения. Спасибо вам за ваш просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте колокольчик. И ждем вас в интенсив курс.